Кошмар! Она имеет форму эллипсоида. Мы сделали модель Земли из пружинящего материала. То есть он пружинит и позволяет сжиматься и разжиматься. Теми же свойствами обладает и наша планета. Она в космическом масштабе достаточно упругая. Да. И когда мы начнем вращать сферу, относительно оси вращения возникнут центробежные силы. И сфера станет эллипсом. Ее как бы так растянет в стороны. И из сферы сделается эллипс вращения. Собственно, эллипс вращения и есть правильная форма Земли. Таким образом, у нас расстояние от полюса до центра Земли меньше, чем от экватора до центра Земли. Но на самом деле на очень небольшую величину. Всего лишь 100 метров. И даже придумали название этой фигуре именно для Земли. Геоид. Геоид. Друзья, запомните. Геоид. Когда вас спросят, как Земля наша выглядит? В виде сферы? Нет, она геоид. И в школе также учителям отвечаете. Вы знаете, я выяснил, что Земля не круглая. Как? Да, она не круглая. Она геоид. Это будет правильно. На самом деле, я думаю, что если бы у нас сутки длились не 24 часа, а полторы минуты, то есть скорость вращения была большая, то ученые были бы опровергнуты еще раньше. Земля была бы плоская. Ну-ка давай разгоним. Сейчас вот, представляете, у нас были бы сутки не 24 часа, а, например, пару минут. И Земля бы наша выглядела примерно вот так. Как такая хорошо вызревшая тыква. Я просто заставляю тыквы вращаться в огороде, поэтому они такую форму. Но при этом все равно это бы называлось эллипсоидом вращения. Все, друзья, на этом мы полностью успокоились, потому что мы, во-первых, исправили все ошибки ученых в Средневековье и двигаемся дальше. А вы запомните, что Земля имеет форму не сферы, а геоида.